Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 1473». Почему христианин не может брать в руки оружие даже для защиты себя и своей семьи? Почему в Ветхом Завете войны поощрялись Богом? Он даже становился впереди войска. Почему Маковеи, нарушая заповедь, не убей, были героями? «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все, что касается защиты себя, семьи, родины, это отдано в руки защитника. Защитить свою плоть, жизнь, естественно. Свернуть врага, уничтожить его и жить самому более привольно, как поступил Израиль с теми, кто жил до них в Палестине. Это было тогда законно и позволительно. Это все было по природе. По природе своей человек жаден и кровожаден. По природе нашего падшего Адама. Но Господь пришел на землю, чтобы нас возвести на небо и дать нам новую заповедь. А я говорю вам, когда пришел на землю Сын Божий, Он ввел переходную ступень вверх. Матфея 5.44 А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Маковеи не могут быть защищены исполнением этой новозаветной заповеди. Они нарушили ее, и повинны стали бы смерти. Яков 2.10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном что-нибудь, тот становится виновным во всем. Про оружие нам ничего Христос не сказал, но сказал, чтобы не убивали, чтобы любили, чтобы не клялись. Вот среди этих столбов мы и должны пройти. И стену, защищающую нас, построить, не нарушая этих заповедей. И канонов нет таких, которые бы наказывали человека, если он обороняется и свяжет врага или перешибет ему ноги. Предел всем силовым приемам – не убей.